Большая часть тех, кто был госпитализирован в результате последствий взрывов, лечение проходит в Дзержинской больнице скорой медицинской помощи. Сейчас люди идут на поправку. Глава региона встретился с пострадавшими, которых по последним данным 89 человек. И эта цифра, скорее всего, будет окончательной. В больнице в настоящий момент находится 17 человек. Глеб Никитин поблагодарил медиков за качественную и оперативную работу. Динамика хорошая. Внешне это видно. Коллеги докладывают, но все равно на всякий случай Минздрав будет непосредственно каждого процента вести. Уже вчера с каждым из пострадавших в министерство отдельно общалось, сверяли протоколы с коллегами. Но еще раз, никакие коррективы вносить не нужно. Работает настоящий профессионал. Все, кто был госпитализирован в результате ЧП, получат материальную компенсацию. 100 тысяч из регионального бюджета и 50 из муниципального. В Дзержинске тем временем продолжаются ремонтные работы. В первую очередь Глеб Никитин ставит задачу установить нормальный функционал социальных учреждений. В ходе поездки проверяются школы и детские сады. Там вставляют окна и готовятся вновь принять детей. В районе 3-4 часов приехали ребята военные, которые доделают, но уверены, все, что нам надо. Хорошо, спасибо. Но я еще раз говорю, что если потребуется дополнительное усилие, подрядчиков пришлется. Все выходные мобильные бригады фиксировали разбитые окна в жилых домах. На помощь Дзержинску пришли домуправляющей компании из Нижнего Новгорода. Губернатор осмотрел несколько жилых домов и пообщался с жителями. У моей соседки все окна были внизу на первом этаже. Она сидит голыми окнами, сидит и чуть не плачет. А я со второго этажа. Мы все рады стараться. Ой, спасибо, спасибо. Спасибо, что так нас выстроили. Все до конца доведем, все до конца доведем в самые кратчайшие сроки и в учреждениях, и в домах. Пока взрослые обсуждают случившееся и устраняют последствия аварии, дети спешат сфотографироваться с главой региона. Мне не страшно, я уже привыкла к зиму. У меня кошка в пустыне в первый раз. Это жители Дзержинска. Главная цель визита губернатора – проверить лично, все ли делается для того, чтобы город как можно быстрее вошел в нормальный ритм жизни. Это становится возможным благодаря самоотверженному труду сотен людей. Более двух тысяч человек было задействовано сегодня на этих работах. Это и работники учреждений, конечно, собственно, самих более тысячи человек. Это сотрудники МЧС, военные, МВД. Все плановые задачи, которые мы перед собой поставили, они все сейчас находятся в графике. Что же касается причин случившегося, оценку еще только предстоит дать следствию. По факту взрывов на оборонном предприятии «Кристалл» заведено уголовное дело. Кстати, в понедельник ЧП впервые прокомментировали представители завода. По их словам, произошла внештатная ситуация, которая привела к повреждению зданий и сооружений. А исполнительный директор «Кристалл» Александр Меркин призвал всех работников мобилизироваться, немедленно приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента.